Здравствуйте! Ровно 70 лет назад в стране был большой праздник, юбилей стахановского движения, первый юбилей десятилетний. В ночь с 30 на 31 августа 35 года забойщик шахты «Центральная» Алексей Стаханов вырубил отбойным молотком 102 тонны угля, выполнив 14 дневных норм. В этот день газеты, конечно же, писали о том, кто еще трудится в стране по-стахановски, кто еще переуполняет также нормы. Вот, например, по-стахановски работают и в советской армии. Сообщают, что на Дальнем Востоке нашим войскам сдалось в плен 39 тысяч японских солдат и офицеров и 28 генералов, а всего за предыдущую неделю наши войска взяли в плен 81 генерала. Довольно-таки стахановские результаты. Пишут здесь и о героях труда из Нижнего Тагила. Вот, например, лесоруб, которого зовут Николай Ленев, установил очередной мировой рекорд, пишет газета. В честь Дня Победы 11 мая 45 года он нарубил 46 кубометров леса за смену. При этом пишут, что ему не хватило до двойного перекрытия мирового рекорда всего четырех кубометров. Стоит отметить, что он лес не рубил, а пилил лучковой пилой. А 60 лет назад в Нижнем Тагиле освоили выпуск новой мебели от таманок. Сейчас их изготовлено уже более 20 штук, сообщала газета «Тагильский рабочий». Так что если у вас в доме сохранилась от таманка, то, возможно, она как раз именно из этой серии. Но это, конечно, совсем маленькая заметка. Большие материалы 60 лет назад посвящались таким событиям, как, например, приезд иностранных гостей на всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве. Вот, например, рассказывают, что здесь побывала недавно одна простая жительница из Канады. Много радостных чувств увезла она с собой из сельскохозяйственной выставки. В павильоне Грузии гости из Канады преподнесли самое лучшее и красивое яблоко. И, как оказалось, это было весьма кстати, потому что представительницу Канады и ее друзья на родине попросили привезти с выставки как раз-таки красивое большое яблоко. Вот так все удачно. А нередко на выставке, пишет газета, происходят незабываемые встречи зарубежных гостей с советскими людьми. Часто случается так, что и переводчики остаются не у дел. Помимо них завязываются дружеские беседы между иностранными гостями и нашими советскими людьми, посетителями выставки. Дружеские улыбки, рукопожатия и жесты без слов говорят о чувствах искренней дружбы. В стране идет оттепель, контактов с иностранцами становилось все больше и вскоре оказалось, что одних жестов и рукопожатий недостаточно. И в 61 году, через несколько лет после этого материала, вышло постановление министров советских о том, об улучшении изучения иностранных языков в школах. И именно тогда появились эти самые учебники, где был, по-моему, главный герой рабочий Николай Павлович Белов, или как-то так его звали, и его семья, которая общается на какие-то скучные темы с другими, такими же простыми рабочими из Англии, которые ведут такую же обычную жизнь. Также они утром вставали, чистили зубы, ели хлеб с маслом, запивая молоком, и отправлялись на работу и в школу. Девочки у них ходят, судя по картинкам, в таких же фарточках, как и советские школьницы. В общем, все так же, как у нас. Никакой буржуазной экзотики. И 50 лет назад, конечно же, главной темой в газетах было предстоящее начало учебного года. Прежде всего, пишут, что значительно снизилось число брака в работе учителей некоторых школ. С каждым годом растет число школ и учителей, преодолевающих второгодничество. По итогам года каждый седьмой учитель дает полную успеваемость по своему предмету или классу. Сократилось число неуспевающих школьников, но успокаиваться на этом нельзя. Уменьшение количества двоих в классах еще не свидетельствует о том, что знания учащихся достаточно прочны. Пока еще преобладающей оценкой является тройка. Необходимо заботиться о том, чтобы сегодняшний троечник завтра учился на 4, а хороший ученик перерастал в отличника. Конечно же, главный секрет этого, чтобы учителя просто завышали оценки, но об этом здесь не пишут.